В зале районной администрации прошло очередное рабочее совещание с участием глав поселения, руководителей структурных подразделений, представителей служб, ведомств и предприятий. Главная тема встречи – работа жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2019-2020 годов. На сегодняшний день основная проблема в сфере ЖКХ – это изношенность основных фондов и задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства за потребленные энергоресурсы. В сложившейся ситуации необходима модернизация котельных замены водопроводной и канализационной сети. Об итогах прохождения предыдущего периода объектами ЖКХ и социальной сферы и о задачах на предстоящий осенне-зимний период 2019-2020 годов рассказала начальник управления по координации работы жилищно-коммунального хозяйства Алина Серенко. За отчетный период в поселениях района наблюдалась устойчивая работа предприятий топливно-энергетического комплекса. Сбои в работе котельных систем центрального отопления объектов в социальной сфере не выявлено. Заслушав доклад, глава района обратил внимание на основные проблемы, возникающие при подготовке объектов жилого фонда к эксплуатации в зимний период. Адам Джерим отметил, что особое внимание необходимо уделить работе котельных. Все оборудование должно быть отремонтировано в положенные сроки. Также на совещании обсудили и другие вопросы. Замены 5% сетей водопроводной канализационного хозяйства и задолженность по арендной плате за землю. Главы городских и сельских поселений отчитались о санитарном состоянии в населенных пунктах. Пробки добрались и до улиц Северского района. Проблема дорожных заторов одна из самых актуальных в больших городах. Но сегодня перегруженность трафика на главных улицах наблюдается и в наших станицах. Центральные улицы в час пик собирают аншлаги, а темпы движения автомобилей стремительно снижаются. Особенно это заметно на улице Народной в самом центре, где парковочных мест достаточно мало, а дорожная разметка редко обновляется. Однако в этом году в решении этой проблемы делаются первые шаги и дорожная инспекция уже принимает меры. В целях обеспечения безопасности дорожного движения отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Северскому району администрации района было выдано представление по изменению организации движения по улице Народа, станицы Северской. Направление движения по данной улице предложено изменить на одностороннее, с обустройством парковочных мест для жителей и гостей Северского района. Администрация района, наше предложение было рассмотрено, управлением архитектурой района разработана проектная документация. Проект изменений схемы движения сейчас находится на стадии разработки. Конкретные сроки пока неизвестны, однако сама идея разгрузить центральную улицу и выделить парковочные места для жителей и гостей района очевидно пойдет на пользу станичникам. Наступила теплая пора. Это значит, что впереди жители Северского района ожидают отдых на природе. Но прогулки по живописным местам, пикники на траве – это всего лишь одна сторона медали. Туристов и всех, кто желает провести выходные на свежем воздухе, может ожидать неприятный сюрприз – клещи. В Краснодарском крае эти паразиты обитают практически повсеместно. Однако бояться энцефалита не стоит. Эту болезнь переносит только таежный клещ, который в наших широтах не встречается. Но на Кубани есть вероятность заражения болезнью лайма или барелиозом. Способы защиты от паразита известны каждому. Это закрытая одежда, головной убор, а главное – внимательность. Но если вам или вашим близким все-таки не удалось избежать встречи с назойливыми насекомыми, врачи рекомендуют обратиться к врачу-травматологу. Все мы уже давно знаем о клещах, и как бы нам это уже известно, и сами пытаемся его как-то выкрутить или масло там использовать для его удаления. Но это попытки, как правило, заканчиваются оставлением какой-то части клеща в нашем организме. Пострадавшим от укуса клеща необходимо обратиться в Северскую центральную районную больницу, где работает круглосуточный травмпункт. Врач-травматолог удалит клеща, сделает необходимую прививку от солдника и порекомендует, что делать дальше. Если уже встречается он после пятидневного, то уже как бы ничего не назначается, просто рекомендуется наблюдение, и вдруг, если у человека образуются какие-то пятна, перимированные, либо температура, то немедленно должен его инструктирует об этом врач, и он обращается к нам, и мы тогда уже дальше обследуем и занимаемся его сохранением, его здоровьем. Специалист убедительно рекомендует посетить врача-травматолога даже в том случае, если вы все-таки самостоятельно удалили клеща. Последствия укуса насекомого могут быть очень серьезными, поэтому не стоит рисковать своим здоровьем. Слезы, скорби и радость долгожданной победы. На сцене Дома культуры поселка Афибский состоялся концерт, посвященный празднованию Дня Победы, где выступали лучшие творческие коллективы района. Песни и танцы, стихи и театрализованные постановки – все это на мгновение погрузило зрителей в атмосферу 40-х годов XX века. Глава Северского района Адам Джарим Поздравил всех собравшихся с праздником Великой Победы и пожелал мирного неба над головой. Память о Великой войне хранят не только сухие страницы книг и выцветшие фотографии. Музыка, стихи, воспоминания тех, кто пережил каждый день тех страшных лет – все это живые отголоски истории, хранить которые – долг каждого из нас. Календарная весна уже подходит к концу, но начинается весна студенческая. В летнем кинотеатре в парке культуры и отдыха Станицы Северской прошел фестиваль «Студенческая весна», который организован управлением по молодежной политике администрации Северского района. Студенты представили на сут компетентного жюри свои номера и, конечно, поделились со зрителями хорошим настроением. Вечка весела ждала, думала, думала, подумала, ждала, думала. Ребята выступали в самых разных номинациях – вокал, хореография, театрализованные постановки и оригинальный жанр. Каждый участник фестиваля старался удивить зрителей, и, конечно же, самые достойные получили заслуженные награды. Кубки и грамоты – это, безусловно, почетно и приятно, однако награды не были главной целью участников. Реализовать свои идеи, поделиться эмоциями и мыслями, выразить себя в творчестве – вот то, ради чего действительно стоит выходить на сцену. Любая передовая технология неотличима от чуда. Артур Кларк. И действительно, раньше телевидение казалось просто чудом. Сегодня мы привыкли к телевизору в каждом доме, словно так было всегда. Но телевидение продолжает развиваться. На смену аналоговому приходит новый цифровой формат вещания. Стандарт DVB-T2 формат MPEG-4. С 2009 года в России началась новая эра цифрового телевидения. Мы расскажем о ней в цифрах. Мир развивается по пути технического прогресса. Цифровое телевидение – это новый этап развития. Цифровое телевидение смотрит более чем 675 миллионов домохозяйств по всему миру. Это почти вся Европа, США и Япония. Благодаря использованию спутников и разветвленной сети наземных объектов, цифровой сигнал будет доступен по всей России. Просмотр цифровых каналов будет доступен, даже если у вас старый аналоговый телевизор. Подключиться к цифровому телевидению просто. Нужна дециметровая антенна, комнатная или наружная, и, разумеется, телевизор. В зависимости от возраста и модели телевизора, для приема сигнала понадобится специальная приставка, которая поддерживает цифровой стандарт DVB-T2 и формат MPEG-4. Ее можно приобрести в магазинах электроники. А современные телевизоры будут поддерживать стандарт цифрового вещания DVB-T2 без всяких дополнительных устройств. Мир не стоит на месте, и скоро прогресс придет в каждый дом. Цифровое эфирное телевидение – это сигнал к лучшему. Розовый напиток поможет победить рак. Национальная служба здравоохранения Великобритании внедряет препарат, который помогает хирургу более четко видеть раковые клетки. Пациенты принимают его за несколько часов до операции, и содержащийся в нем флуоресцентный краситель проявляется при ультрафиолетовом свете. Он указывает хирургам, где находится опухоль и облегчает проведение рискованных процедур. В одной из лондонских больниц его успешно применяют уже около 10 лет. «Этот препарат очень нам помогает. Благодаря ему опухоль видно намного лучше, чем при обычном белом свете. Это позволяет удалить больше поражённых клеток, а сама операция становится менее рискованной». Теперь розовый напиток хотят широко использовать по всей стране. Такие планы уже поприветствовали в благотворительном фонде, который был создан в честь покойного министра культуры Великобритании Тессы Джоуэл. Она умерла от рака мозга в прошлом году. «Это действительно очень важный шаг. Не только для пациентов с раком мозга, но и для всех тех пациентов, которым в настоящее время говорят, что их рак уже не поддаётся лечению». Некоторые опасаются, что процесс внедрения препарата может замедлиться после Brexit, поскольку его увозят из Германии и есть риск повышения цен. Однако в британском правительстве уверяют, что в поставщиках недостатка не будет. Редактор субтитров А.Семкин